Я предполагаю о том, что это все-таки у меня по роду, так как моя прабабушка, мне мама рассказывала, что она занималась этим, то есть не по имени, но она занималась, скажем, раньше это называлось, магией, можно сказать по-другому, но мне мама говорила, что это было по нашему роду. И если учесть, что у моей дочери, она сейчас еще 20 лет, а у нее же те же способности, то, наверное, это каким-то образом, это родовая какая-то программа. По поводу того, что могут ли это сделать другие, я много раз пробовала говорить со своими клиентами, но неужели ты не чувствуешь, что это имя то, вот это то. И мне раз за разом говорили, Инесса, я не чувствую. То есть, понимаете, то же самое, в принципе, еще раз говорю, ко мне приходят те, которые хотят что-то изменить, и мне их привозят для того, чтобы я им помогла, в то время, как я сама себе помочь не могу. Потому что если я буду считывать информацию для себя, с кем я познакомлюсь, я не пройду родовую, скажем, ту задачу, которую я должна сделать по этой жизни. То есть я себе не могу подкрепить ту соломинку, которой я могу это сделать другим. Другим это просто идет моментально, в эту же минуту. Себе не могу, и иногда дети у меня берут диагностику, мои дети, а с ними у меня получается работать, с родственниками получается. А по поводу себя я это могу только определить, когда, допустим, с тем или иным человеком я отработала задачу кармическую, возможно, негативную, и вдруг, когда я отработала, ставится точка, и у меня открывается полное понятие этого имени, понимаете? То есть здесь очень интересно мне дается, то есть если бы я могла злоупотреблять своим даром в качестве предсказания лотерейных, допустим, каких-то цифр или предсказания еще чего-то, я просто на 150% уверена, что у меня бы этот дар просто забрали. Или, допустим, если бы я была бы чисто материально заинтересована в том, чтобы обогатиться за счет своего таланта, у меня бы это тоже бы забрали. Я сама врач по профессии высшее образование. У меня это не является главной моей диагностикой, это не мое средство дохода. Это лишь то, что я понимаю, что у меня есть определенная миссия тех людей, которые звонят с разных стран, которым я должна помочь. То есть у них был запрос, у них хорошие ангелы-хранители, и им дают каким-то образом, если учесть, что я не рекламируюсь нигде, им дают либо мой телефон, либо мои координаты, значит, им это надо пройти. Они должны это услышать. Я считываю с потока, и это может только утвердить тот клиент на другом проводе, потому что ко мне не надо приходить на личный фейс-то-фейс, я работаю с телефоном, с трубкой. И когда мне на том проводе говорят, да, Инесс, это абсолютно 150%, я только так могу узнать, что это действительно правда. И если учесть, что всё-таки у меня идут два этапа в диагностике. Первое. Я диагностирую по имени, кто этот человек, что он из себя представляет, какие у него задачи, что ему даётся по кармическому. И, допустим, я говорю какие-то негативные аспекты, допустим, по сыну, матери рассказываю. И мы видим, что очень тяжёлые ситуации уходят в другое русло, уходят по низким вибрациям. Второе, что мне нужно сделать, меня, соответственно, спрашивают чисто логически, Инесса, а что с этим делать? И я должна уже тогда делать как бы уже другую диагностику. Я стараюсь поменять, допустим, имя на более, скажем, мягкое. То есть, может быть, это и является одной из системы НЛП, когда мы, допустим, в доме, или родители целенаправленно занимаются таким, знаете, если Ольга зовут, а не Олечка. Это целенаправленное изменение и манипулирование ребёнком. Или её зовут Татьяна, а не Танечка, Оксана Ксюшенька. То есть, это то, что родители хотят. Ты, пожалуйста, подчиняйся мне, пожалуйста, делай то, что я хочу. И точно так же я могу проманипулировать с каким-то именем или изменить фамилию, если есть такая возможность, чтобы эта ситуация, допустим, с тем же сыном пошла в более правильное русло. дать ему своеобразный ник. И иногда, ну или, допустим, обращаются часто женщины, когда говорят, Инесс, ну вот муж вот такой жадный, вот он мне не даёт денег, я работаю как это. Иногда стоит просто изменить его имя в другой, скажем, тональности, с другим окончанием. И мне звонит, говорит, Инесс, изменилась ситуация. Реально начал деньги давать. И всё из-за того, что мы изменили его коренное имя. Плюс всё-таки, знаете, вот у японцев очень есть хорошая такая традиция. Они дают три имени. Это при рождении ребёнка, при подростковом периоде другое имя и в взрослом состоянии другое имя. Это настолько логично, потому что тот же Петя, который был в детстве, поверьте, если он будет Петей в 60-70 лет, это будет неудачник, выпивающий и тот, который слабохарактерный. Но если этот Петя уже становится Пётр, и его начинает звать Пётр уже с подросткового, то это выйдет как бы мужчина с твёрдыми жизненными позициями, установками, целенаправленный, с хорошей семьёй, будет знать цену и семье, и деньгам. То есть абсолютно меняется программа от того, как вы этого ребёнка будете вести по имени с самого начала. Пусть он будет Петей до восьми лет, но потом уже пора переходить на Пётра, допустим. Это всё я к примеру говорю, это имена. Или когда женщина ходит беременная, ей не хватает, допустим, мужской поддержки. И поверьте, сколько у меня этих женщин, которые называла своих девочек, Александра или Евгения, то есть мужскими именами. А всё из-за того, что маме не хватало силы, и она свою кармическую программу передаёт по имени своей дочке. Ты, пожалуйста, Александра, должна быть как мужчина, нести на себе все тяготы жизни. Ты должна делать то-то, то-то. То есть очень многие даже Александры, они имеют дисгормональные как бы проблемы, да, из-за того, что у них мужские гормоны превалируют над женскими, да. С ними трудно управлять, с ними трудно в семье, потому что два мужчины в семье не так уж легко. Или, допустим, та же Евгения, она будет настаивать на том, что будет так, как она хочет, как она сказала, да. Там её даже, если не Евгения, а Женя зовут, там всё равно будет уперство, когда ты ей говоришь одно, она всё равно делает противоположное. Я это оцениваю, если брать по процентации, то есть мне могут обращаться 10-20 Александров, да, допустим, мужчин. И мне это же самое интересно, как это у меня всё-таки получается. Но я считываю совершенно разные, скажем, не вибрации, скажем, а жизненный уклад. Допустим, да, у них где-то 10-20 процентов Александров, у них есть что-то общее, да, то есть они работают по этой программе вибрации Александров. Но там же есть ещё имя, фамилия, отчество, это раз, да. Плюс я ещё смотрю, кто назвал тебя этим именем. И очень часто, когда говорят, ой, вы знаете, вот дед назвал вот этим вот именем, и мы его так это. На самом деле дед передаёт свою вибрацию, что ему несколько не хватило в жизни. То, что он ещё не дореализовал, он передаёт эту вибрацию нехватки чего-то этому внуку. И называет его той вибрацией, которую сам не выполнил, сам не дореализовал. А потом говорят, ой, вы знаете, он пошёл в деда, он пошёл в того-то, в того-то. Но надо отдавать себе отчёт, что вы сами на это подключаетесь. Это не просто имя, это реальная программа. Поэтому, да, Александры, Наташи, Оли, очень у многих они где-то резонируют, что-то общее. Но так как у нас у всех есть и персональные фамилии, плюс ещё ту же Наташу некоторые там называют, Ната, Тата или ещё что-то, у них же другая будет. Точно так же я спрашиваю, как вас называют на работе? Мне говорят, вот называют на работе так. А как вас дома называют? Совершенно по-другому. А как вас подруги называют? Опять по-другому. Проигрываются все разные программы жизни с подругами, с родителями, с работой. И я считаю, что на работе надо иметь совершенно ну такое твёрдое укоренившееся имя, где вы преподносите своим коллегам, что я Николай, допустим, да, чтобы вас звали Николян, Николя, не Сашок, а это будет Александр. В зависимости от того, как вы себя преподносите, точно так же человек в первые секунды вас уже воспринимает, как с вами относиться, как с вами коммуницировать. И иногда даже короткие Ники, они могут вытащить человека из негативной программы, скажем, того же Александра, да, тот же Алекс. Алекс на работе, это достаточно хорошо. Но если этот Алекс идёт дома, то это деспот, деспотичный человек, который будет делать то, что он хочет, эгоцентричный, понимаете? То есть отдавайте, опять же, отчёт, где вы будете использовать это. И иногда смягчительные имена детей, мальчиков, они портят всё абсолютно, ну, тот же Кирюша для мамы, да. Поверьте, у этого Кирюши ничего не получится. В будущем, когда он уже должен встать на ноги и создать свою семью, он, опять же, выберет ту женщину, которая, как мама дала, Кирюша, подчиняйся мне, делай так, как я хочу, у него не будет большой силы воли. Он выберет такую же женщину, которая будет манипулировать, как манипулировала его мама. Поэтому, если бы это была бы отдельная совершенно наука, где нам бы преподавали такие, хотя я, честно говоря, не уверена, что если это будет наука, люди могут считывать это правильно и правильно отдавать себе жизненную позицию. То есть в каждой семье у них есть определённые имена, где они проигрывают либо жёсткость, либо мягкость, либо у всех имена, где денежный поток просто идёт очень хорошо, а есть, где бедность просто присутствует из поколения в поколение. И тогда, допустим, нужно менять фамилию однозначно, чтобы вот это безденежное или безбрачие убрать. Точно так же, извините, ну, как бы имя Регина, оно достаточно хорошее, но в украинском языке это звучит как Регина. И вот эта Регина, она будет получать, ну, не совсем такие позитивные уроки по жизни. И когда ты им говоришь, что поменяйте на Регину, они не могут, потому что у них чисто национально идёт грубый язык, да, ну, как бы факт. Как можно изменить судьбу, изменив имя, фамилию, отчество? У нас здесь, в Англии, это очень, наверное, хороший пример того, как у меня многие знакомые поменяли на очень известных, неизвестных. Они часто употребляют мои фамилии, я просто не буду сейчас рассказывать об этом, да, но в повседневности, в бывшем, они были Смирнова и Ивановы, и вдруг они меняют на английский, там, ватсоны, там, или ещё что-то, и у них жизнь меняется, вы полностью противоположны, и появляется денежный поток, и всё. То есть мы можем переименовать. Не просто так всё-таки, а те же духовные практики тоже дают себе вторые имена. Для чего? Для того, чтобы защититься, закамуфлировать свою личность, чтобы не было считываний и не было бы пробоины в их личное имя. Почему говорят, что нельзя давать своё крещённое имя всем, ну, как бы, всем на показ. Вот меня зовут там по крещению, там, Ольга или Татьяна, а на самом деле она Нина и Рима, да, допустим. Всё, зная крещённое имя, это уже идёт вход в твою энергоструктуру. И, соответственно, наоборот, когда мы даём второе имя, и мы начинаем себя уже олицетворять с этим вторым именем, оно вдруг идёт совершенно по другому пути. У меня был такой один случай тоже. Одна клиентка, она рассказывала, она в одно рабочее место, да, устроилась, где действительно денежный поток, и всё. Ну, всё хорошо у неё. Единственное, не ладилась, как бы, со своим боссом женщиной, которая Екатерина, там, Николаевна, да, и она говорит, Инесс, не хочу её уходить с работы. Что мне делать? У меня ноги трясутся, жар в теле и везде. Иду на работу, я её боюсь, как только вот вижу эту Екатерину Николаевну. Вот. И что мне остаётся делать? Мне нужно снизить как бы ту завышенную, скажем, характеристику этой Екатерины. И я ей даю совет. Слушай, называй её при себе Катя, либо Катька. Не Екатерина Николаевна, а Катя. Я говорю, и вы сдружитесь, вы сможете найти коммуникацию. И она начала, первое, что идёт, это изменение, когда мы в своём мозге, в своём уме начинаем это менять. И, соответственно, наша энергия, она начала видеть, это Екатерина Николаевна, и говорит, о, Катька идёт. Она её обесценила своему роду, да, как бы, даже не называя её, но она её обесценила в своём мировоззрении, в своей структуре. И вдруг эта Катя, действительно, они переходят в итоге на «ты». Понимаете? То есть в себе нужно поменять. Себя нужно назвать Николаем, а не Колька или Санька. И только тогда, когда ты называешь себя там тем же Николаем или Тихоном, да, ты будешь таким. А не так, как у нас говорят, ты Сирый, ты Санька, ты Колян. Он так и будет, и выпивать, и не выполнять свои семейные какие-то цельствия. Николай. И будет он вам и деньги приносить, и относиться с большой ответственностью. Недаром у нас некоторые эгоцентрики, в принципе, у них что, у них всё нормально с характером, у них эго повышенное. Они говорят, любите меня, любимого, и чем лучше, чем больше, тем лучше, да. Я Ваше Величество, да. Вот как они это говорят. Точно так же, когда ты о себе начинаешь говорить, что я не Стас, когда говорят, Стасик, иди сюда. Взрослый мужчина говорит, Стасик, иди сюда. Он себя чувствует, как Стасик. Он будет лежать на диване, скажет, мамочка, подай мне оладушку. Я это делать не хочу, ой, мне бы отдохнуть. А когда он действительно будет себя олицетворять с Таниславом, то он будет требовать к себе уважения. Он не допустит того, чтобы к нему обращались с какими-то, знаешь, ты это сделай, то сделай. Он скажет, нет, дорогие, я Станислав, и я знаю себе цены, и я знаю, что мне нужно, что мне не нужно. И по большей части, когда правильные имена говорят, люди уже учатся и говорить правильно нет. То, что нам очень многим не хватает. Это коренным образом меняет. Даже, я ещё раз подчёркиваю, ударение над именем, фамилией, это имеет значение. Допустим, Денис. С Денисом как? Его нужно поддержать, надо быть рядом, чтобы, то есть, ему нужна поддержка. Да, я иду вперёд, но вы меня поддержите, рядом просто будьте. То есть, такая немножко неуверенность, да, что я правильно делаю или нет. Где-то что-то сплакнуться, где-то чтобы его пожалели. То есть, это человек, который требует, пожалуйста, не надо, ко мне грубой структуры. То есть, я не допускаю грубой структуры. Ко мне, как бы, по-грубому нельзя. Если мы уже говорим Денис, или, например, там, Дениска, да, например, как по-украински, там тот же, ну, как бы, тот же Дениска, он не вырастет, как бы, мужчину полноценно с теми же мужскими качествами, допустим, а если это Денис, да, этот Денис уже знает себе цену. Он может говорить нет, он выбирает себе общество. Да, он может выглядеть уже более грубой структурой для других, но для него это пойдет в пользу. Его не будут использовать, он будет уже сам диктовать условия. С Денисом немножко по-другому. Каждая эпоха, она, как бы, диктует людям назвать определенные имена. Допустим, во время войны все были там Александрами, Евгениями, Женями и тому подобное. Тогда нужна была эта структура выживаемости, да, делай сам, ни на кого не опирайся. В других там началось, что Ланочка, Снежана, там еще что-то, там уже должна была нежность какая-то, вот это, знаете, такое цацинье своеобразное, где пошли в эпоху модели, да, их было очень большое, одни и те же имена были. Сейчас уже начинают называть детей именами славянскими, и это не просто так, потому что эпоха требует возрождения той культуры, тех связей духовных, на которые мы, старославянские, как бы должны возрождаться, и уже начинаются староименные. Вы не думайте, не будьте такими наивными, что вам это имя просто так пришло, и вы назвали. На самом деле это диктуется сверху, и почему при определенных это Даниилы, все пошли Даниилы, Даниила, это тоже требует определенной вибрации именно в то время, когда Даниилы пошли, понимаете, или Ростислава начинается, да, это опять же возвращение к прошлому, где вам требует, пожалуйста, обратись, ты должен уже одевать народные какие-то костюмы, к этому же идет, ты должен определенные иронические ста вырисовать, это уже в тату идет, да, то есть имена, они не просто хаотичны, они даются в каждую эпоху определенной вибрации, понимаете, и сейчас идут имена вот детям именно шестого, вот это вот как бы индига, они интересные дети, они уже готовы, их не надо, скажем так, чему-то учить, и поверьте мне, мы, родители, уча своих детей, он только родился, вы уже не должны ничему учить, потому что вы можете навязать ему старую программу, которая подходила вам, вашему жизненному уроку, но этому ребенку вы просто не имеете права что-либо навязывать, этот сам ребенок индига, или как там некоторые говорят, у него аутизм, это на самом деле совершенные дети, которые уже знают и программирование, и все исчитывают информацию более глобальной, по другим ракурсам, уча других, учусь и сам, у меня это тоже происходит, я это иногда, ну просто думаю, ну надо же, какая информация интересная пошла, и это действительно потом резонирует и со мной, с другими клиентами, то есть это все идет через фидбак, через обратное вот это вот отслеживание, когда клиент звонит, говорит, Инесс, говорит, вот действительно так, вот это вот сделала, действительно вот так оно проигралось или отрезонировало, и все идет к лучшему, понимаете? Все, кто приходит, они созрели, или, допустим, те, которые говорят, Инесс, я всю жизнь не любила свое имя, я не любила свою фамилию, я начинаю с ней диагностироваться, почему? А оказывается, у нее бабушка была в достаточно негативном аспекте, который просто, оказывается, она и дала имя, и эта женщина не воспринимает себя именно как таковой, она как бы, или, допустим, такой был случай, когда женщина дала имя, и в итоге через много лет она узнала, что у ее папы была вторая семья, где умер ребенок, девочка, и эта девочка, ее звали Ольга, и ее назвали Ольгой в честь этой умершей девочки, она этого не знала, но она говорит, я всю жизнь чувствую, что я живу в другой жизни, и у меня один и тот же вопрос, почему я здесь живу, почему я здесь живу, я не хочу жить, потому что ее назвали именем умершей девочки, понимаете, то есть люди уже приходят с конкретным вопросом, что мне делать, мне не нравится, или, допустим, потому что у нас у всех работает инвестиция, и всем нам почему-то странно кажется, вот если мы перейдем на другую фамилию, что как это на нас отразится, это действительно так или не так, да, и они, и им дано, когда у вас есть вопрос, у вас будет дан ответ, будь это через меня, будь через другого диагността, да, но вы получите этот ответ, в данном случае те, которые у меня были, допустим, ну скажем так, уверовали, да, что это действительно так, они передают эту информацию другим, и если с разных стран звонят, ну как-то это работает, общая информация потока, ну как бы Вселенная, она работает, скажут, хорошо, тебе помогут, обратись туда-то, туда-то, поменяй фамилию, и все это, или, допустим, бизнес не развивается, он уже идет до дна, и он понимает, наверное, это в названии, наверное, что-то не то, интуиция работает, она подсказывает, измени, измени, по-другому подойди, либо, может быть, какие-то люди, которые в бизнесе работают, не твои, да, и он начинает диагностировать, и действительно, мы находим того, кто тянет это место. Я работаю только со светлыми силами, в том смысле, что через молитвы, да, через вот этот поток мне иначе не дадут, но у меня вот был как-то сон, где пришел тот темный, который я прекрасно знаю, кто это, что он себя представляет, и он назвался себе именем, Тахур или Тахир, но я когда у него спросила, я говорю, почему ты пришел, ты же знаешь, ты работаешь со светлыми силами, и он на это ответил, без нас темных вы не узнаете, что такое светлое, и утром я, когда проснувшись, я проанализировала, это действительно истина, то есть я к тому, что на самом деле это, ну, нету на самом деле темных и светлых, и для того, чтобы мы поняли, что такое утро, мы должны увидеть эту ночь, да, и единственное, что у каждого человека есть свой выбор, у него два пути, по какому уровню развития идти, по низковибрационному придешь там, допустим, будешь хуровать, придешь там в тюрьму, либо ты сам зарабатываешь, и эти качества, которые ты зарабатываешь, допустим, трудом правильным, ты придешь, ну, это тебе будет воплако, у каждого есть выбор, но это темное и светлое, оно всегда присутствует, только наше, наше понятие, куда ты хочешь, да, тебя заманивает, тебя искусители заманивают, там много денег, там красивое, там искушение, там наслаждение, иди, ну, ты же знаешь, чем-то это кончится, да, это наслаждение, болезнями там, или еще чего-то, или иди в свою семью, где все чисто, красиво, и все хорошо, и ты получишь больше вознаграждения от Бога, чем ты провеселился, получил что-либо от низкого, низкого вибрации, плюс это еще и заразительно, да, то есть если вы идете в тот же паб, или, скажем, места неправильных, скажем, каких-то позиций, да, поверьте, вы нахватаетесь вот этого низкого вибрации, где после курить вам захочется выпить, а после выпить вам захочется понюхать и тому подобное, это все очень заразительно, не находитесь там, где это происходит, вы должны быть осознанными, мне во сне мало что приходит, все откровение у меня идет во время молитвы, иногда я беру молитву некоторых людей, да, где они прям перед Богом, конкретно перед Богом начинают рассказывать свои любые помыслы и что они себе представляют, и поверьте, когда я беру человека с низкой вибрацией, который уже находится, скажем, не со светлыми силами, а с темными, они мне конкретно говорят, мне туда нельзя, понимаете, но через сны у меня мало что приходит, или, допустим, вот этот темный пришел, я сама удивилась, где он сказал свое имя, да, и, соответственно, если у них есть имена, это тоже имеет значение, да, значит, и там все это обозначено именами, и не просто Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Рафаил, это тоже не просто так имена, это у них своя вибрационная задача, которую они несут. Сейчас идет очень такое время, интересное отсеивание, как говорят, плевел, да, зерен плевел, и действительно сокращение количества людей именно идет по этому умыслу. Вселенная очищается, она очищается, да, может быть, грубым каким-то способом, да, где-то войны, где-то стихийные бедствия, но поверьте, почему-то кто-то в этом стихийном бедствии сидит, и, скажем, мерзнет, недоедает, и та жабрика, они это заслуживают, они каждый проходят свою карму, а кто-то на Гавайских островах проходит, скажем, греется на солнышке и тому подобное. То есть, что нас ждет? Только лучшее. Только вы должны все знать, что это лучшее, это я имею в виду глобально, во Вселенной, но у каждого из нас есть своя роль, есть своя кармическая задача, которую мы должны будем осуществить сами для себя. Это не говорится, что я переверну весь мир. Да, каждый человек имеет значение, то есть он излучает своего рода, ну, можно сказать, пар. Но этот пар, это есть вибрация, которая и пар за паром, и создается вот эта атмосфера во Вселенной. Поэтому Вселенная идет, на самом деле, к высшим вибрациям. Люди будут более тонко друг друга чувствовать. И наши дети, вот эти вот индиги, или как кто-то говорит, аутики, да, аутизма, это именно те, которые будут уже, скажем, и летать, да, и у них больше будет способностей, чем у нас. Идет прогресс, а не регресс, поверьте. Даже если где-то угрожает каким-то стихийным бедствием или каким-то атомным взрывом, на самом деле Вселенная выживет, и все это будет к лучшему. Понимаете, все идет к осознанности. Медитация, вы без медитации, без вот этой осознанности, вы не придете к высшим духовным каким-то, да, некоторым это данное, допустим, как мне дано, и я до этого не училась, да, но сейчас настолько развиты вот эти все духовные практики, ретрит и медитации, что, ну, это реально, и йога тому подобное, да, что на самом деле это будет все больше и больше, это будет захватывать. И те же бизнесмены, которые были раньше очень заземленными и работали только на себя, они будут развивать те же духовные практики и поддерживать ретриты своими донейшами, своими, ну, скажем, помощью материальной, да, где они тоже будут вкладывать. Я же говорю, идет все на то, что идет развитие духовных ценностей, поднятие чакровых структур от материального к более духовному. И имена будут меняться сто процентов. Они уже будут, скажем, неземные. Начните хотя бы с самого малого. Начните с самого малого. Уберите все негативные слова с вашего языка. На каждом языке они звучат по-разному. Но в русском языке это проблема. Я всегда, ну, если это, я всегда себя хорошо чувствую, это хорошо, или мне всегда плохо, все, что негативное, выпишите, все слова негативные, уберите их вообще с лексикона. Не говорите, ой, у меня проблема. Нет, можно сказать, ой, мне нужно решить задачу. Поверьте, вы ее решите. Но не надо говорить проблемы, не надо говорить, ой, невезение, везде несчастье, все так плохо. Уберите это все. Потому что, еще раз говорю, каждая буква, прежде чем сказать А, подумайте, что будет за этой Б и тому подобное. То есть, нужно создать для тебя фильтр. Создавайте позитивные аффирмации. Не всегда я во всем везен. Продолжение следует...